ПЕРМСКАЯ ЯРКАЯ Ровно в полдень на улице Перми вышел карнавал «Пермская яркая». Его возглавлял Пермский губернский оркестр. По ходу шествия участники карнавала делали остановки для небольших театрализованных представлений. Я люблю город Берн! Между каждой из фестивальных коробок свои представления показывали герои свиты масок, ярких образов в тематике пермского звериного стиля. Карнавальные коробки были посвящены истории, перми спорту, литературе и музыке. Распорядитель баллов! Вот в виду весь состав за собой! У нас Академия искусственной культуры, Чайковская колонна. Мы заучное отделение, поэтому приносите и участвуем. Мы девять греческих вуз. Конечно, нравится. Это такая энергия, это здорово, это круто. Поздравляем! Поздравляем! Хорошее настроение, хорошая погода, хороший карнавал. Душевно, ласково, замечательно. Настроение у всех хорошее. И хорошо, что погода запутывает нам. С праздником город Берн! Всем всего самого доброго! В прошлом году традиционный для дня города карнавал не состоялся. Ему помешал проливной дождь. В этом году дождь тоже был, но уже по окончании праздничного шествия. Друзья, скоро дождик и этот кончится, и будет снова солнце, и будет весело. Одновременно с Днем города на новой площадке Digital Port, это реконструированный портовый гараж на берегу Камы и его зеленые газонные окрестности, прошел первый Red Fest – фестиваль дизайна еды и музыки на открытом воздухе, как позиционировали его организаторы. Здесь объединили Red Market – модный рынок, фермерский рынок еды и построили музыкальные сцены. С полудня и до ночи пермики здесь дышали воздухом, фотографировались, участвовали в мастер-классах, слушали лекции, дегустировали необычную еду, пили кофе, лимонад, занимались йогой и слушали музыку. Это гораздо лучше, чем идти и тусоваться на эспланаду. Здесь очень много позитивных людей, почти всех я знаю. Очень милая атмосфера, очень добрые люди, много интересного. Я очень надеюсь, что это будет ежегодная традиция для нашего прекрасного города. Некоторые из гостей Red Fest'а назвали его альтернативным Днем города. В отличие от праздника на эспланаде, вход здесь был платным, но и сам фестиваль продолжался два дня. Редактор субтитров А.Семкин